В эту комнату Ирина Устинова не входило почти месяц. Здесь уже переставили мебель и поменяли обстановку, но пустая кроватка каждый раз возвращает мыслями в тот страшный день. Да знаете, как будто под коленки кто-то ударил вот эти рукой, аж села, рухнула. Все равно еще эту ситуацию я не отпустила. Утренняя планерка подходила к концу, когда на втором этаже раздались крики. Максим не дышит. Заведующая отделением мать и дитя рефлекторно кинулась вызывать скорую, а затем побежала на второй этаж. Годовалый сын одной из девушек лежал на кровати. Скорая зафиксировала смерть. Ее зовут Лолита. Ее история еще более драматична, чем у Лолиты Набокова. В 13 лет, когда мать лишили родительских прав, девочка узнала, что и сама скоро станет матерью. В 14 Лолита родила Максима, а через год мальчик умер. Но эта история не про Лолиту, она про нас, взрослых. После смерти маленького Максима город захлестнула информационная война. Сотрудники приюта довели до трагедии. Лолиту держат за решеткой. И еще вот, если бы Минсоц не мешал работе волонтеров, Максим мог бы быть жив. Я долго думала, прежде чем взяться за эту программу. Так легко поддаться искушению и вынести обвинение на волне всеобщего возмущения. Но существует же закон искажения информации. И суть его в том, что степень искажения смысла прямо пропорциональна количеству людей, которые его передают. Давайте вместе попробуем за эмоциями увидеть факты. Некуда идти, не на что жить, некому помочь. В таком положении побывала каждая из проживающих в отделении мать и дитя. Но выход всегда лежит на дне отчаяния. За 8 лет существования здесь нашли кров более 300 отчаявшихся. 150 женщин смогли пережить житейские бури и сохранить материнство. 176 детей не остались сиротами. Больше половины молодых мам сами выросли без родителей. И, вернувшись из роддома, они понятия не имеют, что дальше делать с младенцами. Помогала его мыть медсестра. Она показывала. У нас ванночка была специальная с горкой. Она показывала, как его мыть, как аккуратно все. Так, мама, жалобы есть? Нет, жалобы нет. Спит нормально, температурки нет. Девушкам дают не только кровь и еду. В отделении мать и дитя работают врач-педиатр и медицинская сестра. Будущих мам они наблюдают с момента беременности, а после родов заботятся о здоровье малышей. В этом доме для мам поселилась и Лолита. Сюда она принесла из роддома Максима. В конце мая Максим сильно простыл, и больше месяца Лолита пролежала с ним в инфекционном отделении. Вернувшись домой, начали восстанавливать здоровье малыша. Все рекомендации, согласно выписке, медицинские сестры выполняли. Обход ежедневный был, неоднократный обход. Согласно графику, пять раз в день медсестра проходит с обходом, о чем она фиксирует в журнале обхода. Максим всегда чувствовал себя удовлетворительной, температура была нормальной. Жизнь радостный, хорошенький, улыбчивый, со всеми играется, со всеми, не знаю, разговаривает. То есть ничего такого у тебя нет? Нет, ничего такого нет. Ни каких подозрений? Нет. Авторы интернет-публикации утверждают, что Лолита жаловалась на то, что у ребенка синеют губы, и просила отвезти ее к врачу. Просьбы игнорировали. Мы выясняли, кому и когда она это говорила. Почему-то этот вопрос возник спустя несколько дней после трагедии. Лолита точно вспомнить не может, кому она это сказала. Мы спросили у медперсонала, значит, нет, этого не говорили. Администраторов спрашивала, нет, не говорили, не обращались. Потом Лолита уже начала, она говорит, а вам я не говорила? Здесь живет 10 женщин, молодых, с детьми, попавшие в различные ситуации. Но если они все это видели, почему они эту тревогу не били до того, как произошло это глубокое несчастье? Но почему, где они были? Они так много сейчас все говорят, пишут. А что же мешало им это сделать ранее? В заключении эксперта написано, что смерть наступила от лептоменингита. По словам медиков, симптомы заболевания – резкое повышение температуры, рвота, но никак не посинение губ. Да и умер ребенок не в тот момент, когда Лолита готовила завтрак, как опять же утверждают авторы статей. Время наступления смерти – не менее 12 часов с момента ее обнаружения. А кому из взрослых ты доверяешь? Галинию Тольнию. Все. Ну, Татьяна Васильевна еще. Ну, Ириню Витальевну. Она помогала там. Вот, никогда не отказывала. То есть, если мне что-то надо было, она, конечно, да, да, мы тебе это дадим. Вон. Там салфетки, памперсы, там всякая смесь вот эта. Значимые для Лолиты взрослые – сотрудники ровесника. А я ждала, что в первую очередь девочка назовет волонтеров. Например, Ольгу, которая опекала ее все это время, помогала с ребенком, возила на прогулки и массаж. И вот здесь обвинители правы, нарушения были. По законодательству любой желающий не может забрать несовершеннолетнего из приюта. Мы же не доверяем своих детей первому встречному. Но Лолиту отпускали с Ольгой без разрешающих документов. Руководитель учреждения приняла решение действия в интересах Лолиты и в интересах ее ребенка. Поэтому сказать, что закрыты двери, не пускают, запрещают, ну, я бы хотела доказать, не буду тогда это увидеть. Волонтеры утверждают, что Лолиту изолировали от внешних контактов. Чтобы увидеть ее, им приходилось тайком пробираться к ограде ровесника. И лишь на сороковой день удалось подкараулить девушку на кладбище. Меня поразило то, что о ребенке, о Максиме, никто и не говорил, и не вспомнил. Они разговаривали, что мы Лолиту держим в закрытом стенах, что ей даже нет возможности позагорать, как только то, что залез на крышу нашего учреждения. Уходя с кладбища, наверное, каждый оставался при своем мнении. Для нас это печаль, скажем, вообще просто печаль такая, с которой мы и сейчас живем. И сейчас еще никак пережить не можем эту трагедию. И искать повода для того, чтобы встретиться с Лолитой, пожалуйста. У нас учреждение доступно для всех. Можно прийти, пообщаться. После разговора со мной, Лолита, как и собиралась, спокойно вышла за ворота в учреждение и отправилась на прогулку с девочками. А я попыталась поговорить с ее наставником. Ольга Владимировна, я хотела бы просить вас о встрече по поводу истории с Лолитой. Готовы ли вы со мной пообщаться будете? Так, ну, пообщаться-то я готова. Но на выбор, что ни как официальное интервью, ничего я давать не готова. Скажите, пожалуйста, могу я сослаться на то, что вы не встретились со мной в присутствии видеокамеры? Ну да, то есть, что вы мне предложили, я сказала в присоображении, можно даже сказать, что я боюсь именно, что это может повредить ребенку. Опасения Ольги можно понять. Если она действительно планирует оформить на Лолитой опеку, у нее есть страх, что резкие высказывания могут помешать этому. Возможно, и саму Ольгу кто-то убеждает в состоятельности этих страхов. Она ни разу ко мне не обратилась. Она не пришла сюда, что она хочет девочку взять. Девочка манипулирует. Вот это вот страшно. Пригласить девочку к забору, за сараем учреждения. И если вы видели эту фотографию, где она с опущенной головой и пытается разомкнуть руками эти железные прутья, то тогда о чем говорит? Что здесь? Тюрьма, гестапо. Мое глубокое убеждение, что нужно девочку оставить в покое. Оставить в покое в данном случае означает одно – не внушать неизбыточных надежд. Дать ей пережить горе и оправиться от потрясений. Ведь она еще ребенок. Сама Лолита признается, что больше всего хотела бы забыть этот кошмар. Я хочу дальше, как Махмар, сейчас отучиться, поступить в техникум на полу кондитера и идти по этой специальности работать. Все, просто нужно, чтобы все от тебя отстали. Да. Забыть о случившемся Лолите удастся не скоро. Общественники инициировали возобновление следственных действий и требуют наказать виновных. Убеждены, что нельзя верить ни медикам, ни правоохранителям, ни тем более бездушным чиновникам. Поэтому Лолиту продолжают возить к следователю, а в ровеснике идут проверки. Она сама ребенок, вы же видели. С ней надо работать профессионально. Мы, как и у врачей, не навредим. Почему мы и не хотим про ней много говорить? Потому что много нездоровых спекуляций вокруг этой ситуации. Обидно, что вот такие нападки, они как бы хотят свести на нет всю работу, которую проводило это учреждение. Конфликт с органами опеки основан на том, что их не пускают в сиротские учреждения, не как раньше, утверждают волонтеры. Тема умной работы с сиротами в последние годы действительно пересмотрена. Причем как раз в сотрудничестве с общественными организациями. Прежде чем приходить в детский дом, нужно понимать, для чего мы туда пришли и что мы там делаем. Очень важно понимать вопрос безопасности для ребенка, потому что ребенок принимает всех. И не всегда волонтер исполняет то, что ребенку необходимо. Если мы своим участием просто прибежали, убежали, доводим до того, что ребенок уже перестает признавать значимым взрослым, и перед ним большое количество людей, это приводит к тому, что у него возникают различные психические разросления, стрессы, а потом уже и фобии. Поэтому не все волонтеры одинаково полезны в сиротских учреждениях. Я по поводу волонтеров хочу сказать, что нельзя вот так вот в каких-то своих интересах, в каких-то своих целях все перечеркнуть, перечеркнуть работу людей, которые, профессионалы это первое, которые учат наших детей, учат любить, учат мыслить, учат отличать фальшь от правды, учат заботиться о близких, учат уважать интересы друг друга. Только вот такой подход позволяет нашим детям обеспечивать их право на достойную человеческую жизнь. Доказывать чужую вину – задача следствия, какой бы заманчивой ни казалась нам роль прокурора. Но каждый из нас может заглянуть в свою совесть и увидеть, что заложниками наших слов и действий становятся люди, а благие намерения заставляют страдать детей. Жизнь у нее сложилась действительно совсем не сладкой, и она очень много пережила трагедий. Если ей действительно хотят помочь, то ей нужно помогать делом, а не помогать просто словами. И ни в коем случае нельзя ее обмануть. Она это понимает. Она очень с открытой душой. Работа волонтеров, как мне кажется, идет от сердца. Она не терпит шумихи и самопиара. Волонтер не использует добрые дела в политических целях. Но, видимо, волонтеры бывают разные. Волите действительно нужен наставник. И если есть люди, готовые взять на себя такую ответственность, мы, в свою очередь, готовы не просто следить за ситуацией, а оказать любую посильную помощь и посредничество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok